На выезде из Гатчины придется постоять. Там начинают строить путепровод через железнодорожные пути. На днях строители ограничили движение. Закрыть проезд по Киевской улице планировали еще в середине лета, но сроки пришлось сдвинуть. Подрядчик, который занимался ремонтом соседней магистрали и вспомогательного железнодорожного переезда, не успел 1 июля сдать разворотное кольцо на старой улице. Сами строители говорят, что плановые работы по ремонту дороги они закончили вовремя, а вот разворотное кольцо в проекте не значилось. Улица открыта, движение есть, но были проблемы при осуществлении правого поворота с улицы Кооперативная, которая расположена вдоль железной дороги, на ЖД-переезд большегрузным автомобилем, длинномерным. Для этого ГИБДД выставили требования для строительства этого кольца, чтобы не совершать правый поворот напрямую через ЖД-переезд. В итоге разворот пришлось построить всего за месяц, к 1 августа. Теперь компания Пилон может начинать возводить путепровод над железной дорогой. Его собирают создать в 2016 году и, как утверждает подрядчик, сроки переноситься не будут. Необходимость такого переезда возникла из-за порта Усть-Луга. Составы с грузом туда ходят круглые сутки, поэтому переезд на выезде из Гачины закрыт по 20 часов из 24. Единственная проблема на пути стройке – это 27 земельных участков, которые придется выкупать. Стоимость выкупа данных земельных участков заложена в смету строительства. Есть процедура законная, то есть она идет при согласовании с собственником земельного участка. Единственное, если кто-то не дает согласия, то, опять же, законно предусмотрена процедура выкупа по кадастровой стоимости земельного участка. Продолжение следует...